На Медовых водопадах прошел 10-й международный фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник Айрана». Гости и жители республики познакомились с богатой культурой карачаево-балкарского народа. Целепный напиток попробовал и Алихан Лепшоков. Туристический комплекс Медовый водопад вот уже 10-й раз проводит международный фольклорно-этнографический фестиваль «Праздник Айрана». Именно здесь каждый участник культурного мероприятия может познакомиться с богатой культурой и бытом карачаево-балкарского народа. Гости могли увидеть национальные костюмы, представленные представителем Краеведческого музея имени Умара Отарова Эльбрусского района. Эти наряды так привлекают взгляд своей красотой и изяществом. Привезли мы в первую очередь совместный проект с участием представителей и карачаевского народа. Это, в частности, Хабчаева Зарема, известный модельер, совместный проект, реконструкция карачаево-балкарского традиционного костюма на основе фотографий урусбиевского общества. Здесь реконструкция непосредственно конкретно одежды князя Исмаила Урусбиева, его детей Миссерхан и Сафарали. Поприветствовал всех собравшихся глава администрации Малакарачаевского района Рамазан Байрамуков. Он подчеркнул, что основная цель данного фестиваля – это сохранение самобытной культуры народов, проживающих в нашем регионе. Но самое главное – праздник Айрана объединяет и развивает дружбу между представителями Республики Северного Кавказа. Цель и задача этого фестиваля, на мой взгляд, и всем понятно, что это укрепление дружбы между народами нашей страны. Это сохранение богатейших традиций, которые у нас есть. И непростое время для всей нашей страны. Наша страна всегда выходила с честью. И на этот раз мы выйдем. Айран – целебный напиток, который входит в рацион питания в повседневной жизни каждого карачаевца. Но еще этот напиток является настоящим символом гостеприимства, отмечает руководитель туркомплекса «Медовой водопады» Муса Баташев. Айран изготавливают в каждой семье. Ежедневно мы употребляем, практически во все добавляем и певы, и во вторые блюда. И нет такого, наверное, в стране или в мире, где столько употребляют и такое отношение к Айрану, как к карачаев-балканскому народу. Поэтому Айран, я считаю, чисто карачаевский национальный напиток, продукт, который является эликсиром долголетия и здоровья. Заместитель председателя общественной организации «Карача-Ланхал» Сулейман Баташев, как старейшина с чашей Айрана, произнес слово-пожелание. Я хочу всех вас поздравить еще раз с этим праздником. Айран – напиток очень благородный, очень здоровый, дает столько здоровья и укрепляет иммунитет. Каждый желающий мог подойти и испить из 500-литрового чана целебного напитка «Айрана». Гости фестиваля с особым восторгом отмечали яркую программу праздника. Мы на небесах радуемся такому празднику, не ожидали. Вообще, мы уже третий день здесь и нам нравится, как здесь все устроено. И люди, в первую очередь, наверное, люди. Гостеприимные, очень здорово прям. Уже погрузились в кавказское гостеприимство, в карачаевское гостеприимство, во всю эту аутентичную культуру. И сегодня мы для себя, наконец-таки, откроем все тайны Айрана. Что это, зачем это и для чего это. Потому что я понимаю, что если хачаны – это главное блюдо в республике, то Айран – это главный напиток в республике. В завершении фестиваля для всех была организована концертная программа с участием артистов нашей республики и Кабардино-Балкарии. Али Ханепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.